Каждое письмо начинается с обращения «Дорогой солдат». Все слова с большой буквы. Это письмо на фронт ребятам, которые находятся в зоне СВО. И каждая строка тут от чистого сердца. Я пожелал ребятам выполнить поставленную перед ними боевую задачу и благополучно вернуться домой как можно скорее. Стартовала акция «Письмо добра солдату» еще в прошлом году. Тогда же произошла самая резонансная история. Боец из Забайкалья постоянно носил при себе письмо, которое в рамках акции ему написал четвероклассник. И однажды обнаружил, что конверта при себе нет. Прямо во время боя он вернулся обратно, чтобы проверить, не обронил ли где письмо. И буквально в этот момент, в то самое место, где он стоял минуту назад, прилетел снаряд. Я видела несколько видео, записанные самими военнослужащими с передовой, где эти мужественные бойцы, которые по сути ничего не боятся, испытывают невероятные эмоции. Они плачут, читая эти детские послания. Как они украшают свои блиндажи и землянки рисунками детскими. Что они носят эти треугольнички в нагрудном кармане, рядом сердце. И рассказывают о том, что эти теплые-теплые письма греют их. Юлия Чеснокова решила организовать сбор писем в Рязанском отделении. И сотрудники с радостью откликнулись. В акции приняли участие не только специалисты отделения социального фонда, но их дети, внуки, даже друзья и знакомые. Общими усилиями собрали около двух десятков писем и красочных рисунков с пожеланиями. Сейчас несколько сотен тысяч отправились на фронт. И получается, что несколько миллионов их здесь ждут. И я хотела бы, чтобы все эти люди знали, что не они одни ждут, что мы ждем вместе с ними. И что мы вместе с ними верим в их извращение. И пусть эта наша общая вера передается на фронт и помогает победить и вернуться. Неизвестно, в какую часть попадут эти письма. Неизвестно, из какого региона будет боец, который прочтет эти строки, написанные здесь, в Рязани. Но это и не важно, говорят сотрудники. Это ведь такие же мужья и отцы, которые получат самые добрые слова. Субтитры создавал DimaTorzok